Встречу представителей микро- и малого бизнеса открыла председатель правления форума малых и средних предприятий Латвии Элина Эгле. Очень мало молодежи. Мы поэтому и собрались в Венсколской высшей школе. Молодые люди могли бы внести больший вклад и стать более активными в сфере открытия бизнеса. С помощью форума мы стараемся не только побуждать людей начать свой бизнес, но и помочь тем, кто уже имеет свой бизнес, открыть новые каналы сбыта, искать новые идеи, предложения, расти. Латвийский бизнес разнообразен. Услуги экспорт, разработки программатуры, веб-дизайн. Человек работает в Великобритании, а предприятия зарегистрированы здесь. Примеров очень много. На форуме обсуждались важные для бизнеса вопросы. Как повысить оборот фирмы? Что надо знать новым предпринимателям, чтобы привлечь финансирование? Своим опытом поделились Лурсофт, банки, служба госдоходов и даже Министерство регионального развития. Латвия ЛВ – это единый портал самоуправлений и государства. На нем доступны все услуги государства и самоуправлений. Это услуги, оказываемые напрямую или в электронном виде. Для предпринимателей это возможность избежать хождения по учреждениям. Например, он в электронном виде может зарегистрировать свое предприятие. В Венсполсе молодежь не стремится заниматься предпринимательством. Самыми активными в этом направлении являются люди в возрасте от 40 до 60 лет. Кто же в Венсполском крае активнее всех привлекает финансирование? Номер один – это фермеры, крестьяне. Затем идут производители, а затем те, кто предоставляют услуги. Но в основном это фермеры. Фермеры Венсполского края нередко пользуются возможностью попросить финансирование у банков. Широко в Венсполсе представлены бухгалтерские услуги – услуги, связанные с содержанием недвижимости. Традиционно Венсполсе бизнес чаще всего связан с портовыми услугами, логистикой и переработкой. Государство особой поддержки не оказывает, а Европа, я думаю, поддерживает путем финансирования проектов. Есть латвийское агентство инвестиций, различные фонды – это наибольшая поддержка. Как давно вы самозанятое лицо? С 2008 года. Почему приняли такое решение? У нас были помещения, которые мы могли сдавать с туристом. Решили зарегистрироваться как самозанятое лицо. Как вы считаете, налоговое бремя велико? Нет, мы можем заплатить налоги. По-всякому бывало. Работаем, иногда лучше, иногда хуже дела идут. Кто был тем, кто вас поддержал первым? Банк поверил нам. Мы начинали с нуля. О том, активны ли предприниматели в маленьких городах, можно судить по тому, насколько широко на одной конкретно взятой улице представлен частный бизнес. В Риге об этом можно судить по улице Калнсемс и квартала улицы Мера. Не случайно слово «предприниматель» означает «предприимчивый». Несмотря на то, какие ресурсы имеются в стране, предприниматель старается осуществить свою мечту и идею. И это хорошо, что есть такие люди, что не все еще отсюда уехали. Из всех предприятий Латвии 99% составляют микро-, малые и средние предприятия. Форум для предпринимателей малого и среднего бизнеса проведет семинары и в Валмире 24 октября, в Вилгаве 30 октября и в Риге 13 ноября.